Пока лагерь тех, кто верит в инопланетное происхождение кругов на полях и лагерь скептиков продолжает противостояние, третья сторона заинтересованных лиц ведет себя тише всех. Это исследователи таинственных знаков, которые пытаются расшифровать послания. На данный момент широкой общественности представлено не менее сотни способов чтения пиктограмм. Кто-то ищет в них внеземной алфавит, кто-то читает круги на языках программирования. Способов много и прочитанных разными способами посланий тоже. Единственное, что смущает всех без исключения, так это то, что способа ответить неизвестным абонентам так никто и не придумал. Известно, что современная человеческая цивилизация зародилась в четвертом тысячелетии до нашей эры. Этим временем датируются первые письмена самых ранних цивилизаций, египетской и шумерской. И именно этим временем датируются первые достижения ранних цивилизаций, например, изобретение колеса. Однако не все так просто, как пишут в учебниках. Находки, которые сделаны археологами недавно, свидетельствуют о том, что оказывается, задолго до колеса люди умели делать то, что порой не под силу и современному человеку. И об этом в проекте «Древние гении». Смотрим. Египет. Забытый на тысячи лет, занесенный песками храм фараона Сети I в Абедосе. Первые европейские египтологи, которые добрались сюда в 1848 году, обнаружили на стенах загадочные иероглифы. Рисунки не были, похоже, ни на что виденные ранее. Ученые пришли к выводу. Перед ними не тексты на древнем языке, а изображение очень странных предметов, возможно, неизвестных механизмов. Таинственные знаки вызвали в среде египтологов жаркие споры. Никто не знал, что означают загадочные знаки, высеченные более трех тысяч лет назад. Вскоре о находке просто забыли. Но недавно точно такие же рисунки обнаружили в храме Бога Солнца Амуна-Ра в Карнаке. И на этот раз они стали настоящей сенсацией. Современные ученые без труда могли опознать эти рисунки. Сложнее было поверить своим глазам. Самолеты, вертолеты, подводные лодки. Египтологи 19 века не смогли их распознать, потому что просто никогда не видели вертолет. В отличие от художника, жившего три тысячи лет назад. Неужели вся эта техника уже существовала до нашей эры? Тогда кто ее создал? Позднее египтологи обратили внимание еще на один странный артефакт из Каирского музея. Он был найден в гробнице аристократа в древнем городе Саккара. По оценкам ученых, этой находки не меньше пяти тысяч лет. Предмет сделан из дерева секимора. Его размеры 14 сантиметров в длину и 18 в размахе крыльев. Ученые считали его примитивной статуэткой ястреба с расправленными крыльями. Иероглифы на хвосте птицы гласят «Подношение богу Амону». Почти сто лет артефакт пролежал в музее, пока профессор Халил Мессиха не заявил, это не что иное, как масштабная модель планера. Вот художник так увидел птиц. Ну, художник, да, вам не надо объяснить, что, в общем, как бы фантазия художника – это фантазия художника. Даже в те времена канонической иконописи и так далее, все равно художник – это художник. Это наиболее простое и менее интересное объяснение. Эксперты создали увеличенную модель деревянной птицы и устроили ей испытания. Древний египетский планер показал отличные летные характеристики. Это доказывает, что люди страны пирамид все-таки были знакомы с авиацией. Однако, как они запускали этот планер в воздух? Можно предположить, что, допустим, древние владели какой-то магической технологией, которая позволяла бы синтезировать из отдельных атомов усилие мысли, как-то еще. Похоже, египтяне были не единственной древней цивилизацией, которая знала о летательных аппаратах. Археологическая выставка «Золото до Колумбовой Америки» в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» привлекла внимание многих ученых. Самый неожиданный интерес проявила группа американских авиаконструкторов. Их внимание привлекли золотые фигурки экзотических птичек из захоронений древних индейских вождей. Возраст находок – первое тысячелетие нашей эры. Специалисты по аэродинамике с первого взгляда поняли – статуэтки изображают вовсе не птиц. Дельтовидное крыло под туловищем и вертикальный киль в природе у пернатых не встречаются. Это не может быть изображением птицы. В природе пернатых с таким строением скелета нет. У птиц крылья, как правило, расположены сверху туловища. Только у самолетов крылья могут располагаться под фюзеляжем. Загадочные экспонаты отправили в военную лабораторию. Древнюю статуэтку поместили в аэродинамическую трубу. Первые же испытания показали, что золотая птица по своим летным характеристикам превосходит все мировые достижения. Лучше всего ее преимущества проявляются на сверхзвуковых скоростях. Форма однозначно дельтообразная, то есть специально разработанная для высоких скоростей форма. Такие же формы сегодня у истребителей и у машин сверхзвуковой авиации. Известный авиамоделист, офицер немецких ВВС Петер Белтинг, решил построить действующую модель самолета по форме золотой индейской птицы. Он создал точную копию фигурки, увеличенную в 16 раз. Я уже 40 лет конструирую модели самолетов. Я понял, что это заблуждение насчет птиц. Решил, что смогу заставить этот объект летать, и некоторое время спустя сделал это. Результат превзошел самые смелые ожидания. Радиоуправляемая модель легко выполняла самые сложные фигуры высшего пилотажа. Она уверенно шла на посадку даже при сильном боковом ветре. Я проводил испытания в самых невероятных местах. И между деревьев, и с прочими препятствиями. Проблем никогда не возникало. Она легко управляется и развивает скорость от 40 до 120 км в час. Летает на любой высоте в пределах видимости. Но не как обычная авиамодель, а как полноценный самолет, которым постоянно нужно управлять. Корректировать полет в зависимости от направления ветра и так далее. Но летает она абсолютно без проблем. Даже с выключенным двигателем модель прекрасно планировала и пролетала более 200 метров. Немецкий авиамоделист решился на невероятный эксперимент. Следующую модель оснастил реактивным двигателем. Как поведет себя золотая птица, созданная неизвестным мастером больше тысячи лет назад. Для нас проводили расчеты профессора технического института в Бремени. Они пришли к выводу, что это однозначно объект аэродинамики, который совершенно точно не происходит из животного мира. Животные устроены совсем по-другому. И все эти геометрические формы мы не встретим нигде в животном мире. Это чисто техническая функция и техническая форма. Мы можем доказать, что оно летает. На испытательном полигоне собрались ведущие специалисты немецкого общества авиации и космонавтики. Ученые, авиаконструкторы и профессиональные пилоты, затаив дыхание, ждали старта. Его древняя индейская птица стремительно взмыла в небо. Возможно, именно такой самолет, только гораздо большего размера, тысячи лет назад проносился над головами замерзших в благоговейном ужасе индейцев. Нет ничего невозможного в том, что когда-то, даже во времена достаточно древние, существовали воздушные шары и планеры. Это как бы вполне возможная вещь. Можно теоретически предположить сейчас, что где-то, когда-то случайно кто-то нащупал принцип машущего полета птицы и это как-то реализовал. Петер Белтинг уверен, что именно такие самолеты изображены на стенах египетских храмов. И загадочные фигурки, найденные археологами, это забытое наследие древней исчезнувшей цивилизации, тех, кого две тысячи лет назад считали богами. В то время, когда этот артефакт был заложен в могилу, люди уже умели делать сплав меди с золотом. И это была чрезвычайно сложная работа. Соответственно, это должно было быть и не менее важно. Возможно, это было как некое божество, спустившееся с небес. Райнхард Хабек. Австрийский исследователь древних цивилизаций, друг и соратник Эрика фон Деникина. В Египте Хабек сделал сенсационное открытие. Храм богини Хадхор в Гендере – огромный ритуальный комплекс. Он до сих пор мало изучен археологами. Удивительные загадки хранят крипты, его древние подземелья. Это 14 потайных помещений, вырезанных прямо в толще стен основания. Здесь, на стенах, находятся странные росписи. Что это за предметы в руках богов? Странные пузыри со змеями внутри. Официальная египтология имеет около 10 объяснений этого рисунка. Например, что это символ вечности или солнечная лодка. Другие утверждали, что это просто некий объект культа. То есть каждый из опрошенных египтологов, а я со многими обсуждал эту тему, имеет свое объяснение. Райнхард Хабек первым предположил, что на росписях изображены некие источники освещения. Вместе со своим коллегой Петром Краса он провел ряд экспериментов. Специалисты по электротехнике заявили им, что древнее изображение вполне может означать лампу. На основании схемы из тайного подземелья храма Хадхор инженеры построили модель газоразрядной лампы. Так подтвердился тезис о том, что жрецы того времени умели пользоваться электричеством. Я переводил египетские иероглифы. Конечно, там нет описания электрической лампы. Но есть описания, которые можно истолковать таким образом, где, например, речь идет о так называемой светящейся змее. Так называли харзомтуса. Естественно, у них было свое обозначение этих предметов. И встречаются описания объектов до 40 сантиметров величиной. Это, наверное, электронный генератор. На нем есть так называемый дух воздуха ШУ, пустой. Если мы трактуем это с точки зрения электротехники, то это значит, что внутри было мало воздуха. И все это работало с помощью вакуумной помпы. То есть, чем больше воздуха выкачивали из груши, тем сильнее осветительный эффект. И можно воссоздать с помощью моделей эти разные стадии, разную силу освещения. В наследии древнего Египта Хабек нашел невероятные намеки на летательные аппараты. Его теория отталкивалась от назначения пирамид. Официальную версию о гробницах фараонов исследователь отмел сразу. Ни в одной пирамиде мумии не нашли. А вот что было написано о пирамидах в древних текстах. Везде речь идет о священном камне египтян Бен-Бен. И этот камень, когда это читаешь, поражаешься до глубины души. Так вот, это такой сверкающий огнем пирамидальный камень, который попал на землю с неба, когда бог солнца впервые ступил на землю. По версии Хабека, пирамиды были в истории египтян своеобразным культом карго. Этот термин появился после Второй мировой войны, когда американские летчики создавали аэродромы подскока на Тихоокеанских островах. Туда прилетали американские самолеты, из брюха которых изымали всевозможные грузы. Оружие, боеприпасы, продовольствие и так далее. Аборигены видели это, но не поняли, что происходит. А когда по окончании войны американцы вывели свои базы, аборигены продолжали ухаживать за взлетно-посадочными полосами. Они сами начали делать самолеты из дерева и соломы. Конечно, не настоящие самолеты, а их имитацию. Культ карго — это имитирующее поведение. Технологически прогрессивное общество соприкасается с отсталым обществом. А то не в состоянии понять более развитую технику и начинает имитировать ее. Когда они улетели, аборигены молились на точные копии самолетов, чтобы белые боги с тушенкой и виски прибыли вновь. Точно так же могли поступить и древние египтяне, построив пирамиды. Существуют изображения, например, в археологическом музее Флоренции, где можно увидеть небесные комнаты. Так иногда называют пирамиды. Внутри обычно нарисован бог солнца, приветственно поднявший руки. И все это напоминает фантастическую капсулу для космических путешествий. Доказательств нет, но когда читаешь тексты, то невольно кажется, что этот камень Бен-Бен мог летать. Эта поразительная гипотеза Райнхарда Хабека имеет странное подтверждение. В течение 2010 года над всей планетой впервые в истории наблюдали огромное НЛО в форме пирамид. Первое свидетельство поступило из Москвы, и странный аппарат видели прямо над Кремлем. Объект появлялся дважды в течение суток и висел пару минут. Каждая его грань была около полутора километров. Спустя полгода такую же пирамиду наблюдали в Китае. Через три месяца похожий объект зафиксировали телекамеры над Южной Америкой. Потом НЛО пирамидальной формы видели в Испании, Англии, Франции и Японии. В конце года над Тайванем во время необычной грозы. Могли ли такие или похожие НЛО приземлиться в Древнем Египте? В египетской мифологии есть такой летающий объект, который называют Хорхут. Судя по всему, это такой дискообразный объект, который поднимался в небо и дословно мог уничтожить Бога Солнца с помощью, сегодня бы мы сказали, лазерного луча. Так описано. Огненное оружие богов. Эта технология напоминает завездные войны. В рассекреченных недавно архивах Третьего Рейха историки нашли сведения, что немцы собирали по всему миру знания древних цивилизаций. Строителей новой империи интересовали именно технологии богов. Известно, что особо ценные сведения оккультная верхушка СС получила в результате экспедиции на Тибет. Якобы тибетские ламы передали посланникам Гитлера чертежи дископланов и ракет, устройства телевидения и атомной бомбы. У фюрера родился план. Особый секретный проект Альдебаран. По некоторым данным, 2 августа 1937 года Адольф Гитлер заявил, без всякого сомнения, каждый уважающий себя германец и национал-социалист должен согласиться с оккультными фактами и с жизнью в других галактиках. Дело в том, что нам неизвестно точно, какие именно знания были переданы. И были они вообще переданы или нет, мы тоже не можем однозначно сказать. И что, собственно, в данном случае является знанием, а что является дезинформацией. Это тоже сейчас судить очень сложно. В проект Альдебаран входили разработки оружия возмездия, ФАУ. Но мало кто знает, что проектов с этим кодовым названием было не менее семи. И ФАУ-7 представлял собой летающий диск, предназначенный для межпланетных путешествий. Развитие техники в Третьем Рейхе осуществлялось по четырем направлениям. Первое — это было ракетостроение, которым руководил Вернер фон Браун. Второе, конечно, атомный проект. Самые известные ученые этого проекта — Курт Диппнер, Вальтер Геллах, Вернер Хайзенберг. Третье направление — всё, что связано с инфракрасным излучением и системами предупреждения бомбардировок. И четвёртое направление — конечно, самолётостроение, где осваивались новейшие современные технологии. Например, реактивные двигатели, которые ставились на Мессершмитт-163 и Мессершмитт-262. В середине апреля 1991 года американские СМИ распространили невероятную новость. Якобы американский катер береговой охраны выловил из Атлантики посадочную капсулу с тремя астронавтами на борту. Эти трое утверждали, что они — лётчики Люфтваффе, запущенные в космос 47 лет назад. Даже называются их имена — Хольц-Зигмор, Генрих Фоль и Шульц-Фендерг. При выходе на орбиту они потерпели аварию и всё это время находились в анабиозе. В лет 40 где-то блаздали по космическим просторам и были очень удивлены переменам, которые произошли на Земле. Кстати, прилетели они молодыми. В общем, существует знание, которое, к сожалению, мы не знаем. Оно досталось немцам, теперь достается китайцам, которые включили это знание в свою космическую программу. Является эта история утечкой секретной информации или обычной газетной уткой. Как бы то ни было, имеются основания считать, что Третий Рейх технически был способен совершить полёт в космос. После капитуляции Берлина союзникам по антигитлеровской коалиции достались богатые трофеи, в том числе невероятные технические новинки. Большинство из них так и не было доведено до серийного производства. Однако сам факт их существования поражал. Личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер вспоминал. Реактивный самолёт был не единственным новым с превосходящими вооружения противника боевыми свойствами оружием, которое в 1944 году должно было быть передано разработчиками для серийного производства. У нас были летающие управляемые снаряды, ракетоплан, обладавший ещё более высокой скоростью, чем реактивный самолёт. Самонаводящаяся по тепловому излучению ракета против самолётов. Морская торпеда, способная преследовать, ориентируясь по шуму моторов, военное судно, даже если бы оно удирало, постоянно меняя свой курс. Была завершена разработка ракеты «Земля-воздух». После войны большая часть всех этих трофеев досталась американцам. Мы, конечно, тоже вывозили умы, просто американцы проявили большую сноровку и предприимчивость, когда подчищали наследство Третьего Рейха. И надо сказать, многие немецкие учёные-конструкторы, они добровольно, сознательно предпочли сдаться американцам, чем представителям Советского Союза, в частности, Вернер фон Браун. Вот его брат Магнус, он прямо специально отправился на встречу наступавшим американским войскам, чтобы оговорить условия сдачи фон Брауна и его команды. Но где немцы всё это взяли? Наследие какой цивилизации было столь богатым? Из тех же архивов оккультного общества Аненербе ясно, что агенты СС в конце 30-х, начале 40-х годов наводнили не только Тибет, но и Индию. И не встретили особенного сопротивления. Был даже создан Индийский легион СС. В Германию отправились сотни древних манускриптов на санскрите, древнем языке индийцев. В том числе труды Вимани Кашастра и Самарангана Сутратхаран. Там и описаны летательные аппараты древности. Вимана до сегодняшнего дня в хинде означает летательный аппарат. То, наверное, из всех древних текстов, особенно в древнеиндийских текстах, мы можем подчеркнуть немало информации о том, что в древности, скорее всего, наверное, боги летали на каких-то воздушных колесницах или виманах. Есть даже описание этих виман, есть схемы, как строятся эти летательные аппараты. В этих древних священных текстах подробно рассмотрены разные виды виман. Для описания некоторых у древних людей даже не хватало слов и понятий. Верховный бог Брахма, например, спускался на землю в колеснице в форме лебедя. У всех богов и у многих героев, как, например, Арджуна или Рама, были летательные аппараты или воздушные колесницы. Ну, иногда описывается, что вот эта колесница была более крупных размеров, другая колесница была более мелких размеров. Возможно, у кого-то скорость была выше, поскольку тот же Арджуна летал на воздушной колеснице и через иллюминатор видел планеты, которые он прилетает, поскольку он летал на другие планеты. Поэтому, наверное, надо полагать, что согласно божественной иерархии, чем старше, чем выше положение занимал бог, тем более солидная воздушная колесница была у него. Эти индийские трактаты говорят, что двигатель Виман работал на парах Артутия. Их соединение с какими-то непереводимыми компонентами запускало некий вихрь. В свое время немцы тоже в рамках своих военных проектов и, в частности, небезызвестного проекта «Колокол», судя по всему, экспериментировали с элементами, включавшими в себя Артутия. То есть откуда немцев могло быть в Третьем рейхе вот это вот знание. Но инженеры Третьего рейха были не первыми и не единственными, кто попытался воссоздать древние Виманы. Смогли они это сделать или использовали только часть идей? Вопрос остается открытым. Они могли воспроизвести эти Виманы полностью. В принципе, невозможно. Для того, чтобы это было возможным, для этого им нужно было, во-первых, чему-то научиться. Им нужно было научиться пользоваться различными мантрами. Но поскольку цепь ученического преемства, если она уже давно-давно прервалась, это знание утрачено. В 270 году до нашей эры индийский император Ашока организовал тайное общество девяти неизвестных, куда вошли лучшие ученые Индии. Они изучили древние источники, где содержались сведения о летательных аппаратах. Ашока держал работу ученых в секрете. Результатом работы девяти неизвестных стали девять книг. Одна из них называлась «Секреты гравитации». Издал специальную бумагу о том, что нужно все, что сохранилось от Виманов, от этих дископланов, сохранить, собрать, описать. И было выпущено, создано общество тайное, которое писало соответствующую литературу. И она якобы дошла до нашего времени, только непонятно, то ли в Индии, то ли в Китае. А в 1895 году профессор Тальпаде из Бомбея будто бы даже построил Виману. Ему помогали супруга по профессии инженер и друг-архитектор. Корабль назвали Марун Сакам, друг ветров. В процессе Тальпаде советовался с мудрецом Субхарая Шастре, который был хранителем древних знаний. Шастре упоминал подробности их встреч в своей автобиографии. Доктор Тальпаде просил меня помочь ему в своей работе. Я дал доктору введение к трактату Махариши Пхарадвайя Виманика Шастре. На следующий день ко мне пришли, кроме Тальпады, его помощник Шри Балупхай и несколько других заинтересованных лиц. Доктор Тальпаде записывал, а я цитировал пришедшим соответствующие тексты, написанные на санскрите. Работа продолжалась несколько недель. В результате Тальпаде построил корпус Виманы и поместил в фюзеляж двигательную установку. Согласно немногим не имеющимся документам, то есть речь идет о задокументированном случае, Вимана Марут Сака на глазах многосотенной изумленной толпы поднялась с побережья к Хомпати Бич в Бомбее вертикально вверх. Аппарат достиг высоты порядка 450 метров, после чего плавно опустился на прежнее место. В числе очевидцев необычайного события были будущие махараджи города Борот, принц Сай Алжира Гаякват и другие важные персоны. Они были восхищены и пообещали создателю Виманы серьезное финансирование. Но неожиданно все пошло не так. Внезапные кончины жены профессора Тальпаде ввергло его в глубокую депрессию, отвратило от осуществления намеченных планов. Далнейшая судьба друга ветров, покрытым раком. По мнению доктора Кумала Канджила, автора книги Виманы Древней Индии, наследники профессора продали аппарат и полный комплект его чертежей британской фирмы Ралли Бразерс, следы которой в дальнейшем затерялись. То есть 1895 год, это еще за несколько лет до самолета братьев Райт. До сих пор никто больше не смог реконструировать Виману. Это связано с трудностями перевода. Слова на санскрите так многозначны, что понять точный состав топлива или принцип двигателя без подсказки невозможно. Но энтузиасты не оставляют попыток. На самом деле речь идет о восстановлении некого знания утерянного. То есть в случае с герметическими сообществами, алхимическими, там, какими-то там, западу и востоку, как бы все они пытались восстановить эту связь, утраченную некую. Они все пытались восстановить некое знание, которое было в прошлом. И актуализировать его в каких бы то ни было там различных формах. Пусть эти формы там отличались, пусть там между различными герметическими сообществами были трения какие-то там, да, это сложный вопрос. Недавно в столице Тибет-Алхаси китайцы нашли древние документы. Их перевели специалисты из университета Сиан. Доктор Сунь Чен в итоге сделал сенсационное заявление. В манускриптах якобы содержатся указания по строительству космических кораблей. Эти аппараты могли создавать антигравитационное поле. Как пишут мировые СМИ, китайцы якобы включили сведения из древних манускриптов в свою космическую программу. То есть все это реальность, которую игнорировать уже нельзя. То есть была какая-то цивилизация, которая владела технологиями НЛО, будем так называть, или дископланов, которые позволяли не только летать в воздушном пространстве Земли, но и выполнять космические полеты. Летательные аппараты древности описаны даже в Библии. Пророк Иезекииль описал фантастическую колесницу богов. Когда энтузиасты-авиаторы ее воссоздали, получился отличный аппарат вертикального взлета для полетов в атмосфере. Таких примеров в Ветхом Завете много. Господь всегда почему-то не сходил к людям с ужасающим огнем и грохотом и смотреть на это было нельзя. Там Иезекииль описывает, как якобы Господь Бог спускается с небес. Кругом дым, огонь, трясение земли, смрад. Он описывает машину. У нее есть колеса, ободи, металлические опоры. Так у меня появились сомнения в том, что нам написано о Боге. Я подумал, это неправда. Мой Господь не нуждается в машине, чтобы попасть из точки А в точку Б. Бог везде сущ. Так почему же ему нужна машина? Швейцарский исследователь Эрих Вон Деникен католик. Он учился в иезуитском колледже. Его всегда смущало обилие технических подробностей атрибутов Бога в Священном Писании. Но ветхозаветное слово «элохим», означающее «Господа» на иврите, множественного числа. То есть в Библии сказано не Бог, а Боги. Боги иногда делились с избранными людьми самой разной аппаратурой. Я вот как раз хочу сказать об очень серьезной традиции, связанной с книгами Еноха. Это книги Еноха, это ветхозаветные апокрифы. В общем, там есть, известно, три книги Еноха. Это первая книга Еноха, обнаруженная в XVIII веке. Она входила в состав Эфиопской Библии. Вторая книга Еноха, это, собственно, славянская, так называемая, книга Еноха. И она, как бы, действительно, была обнаружена в славянских списках. Больше она нигде не встречается, собственно. Ну, и есть еще третья книга. Третья книга Еноха, это так называемая книга небесных дворцов. Так вот, самое интересное, то, что в книгах Еноха, и в частности, как бы, в славянской книге Еноха, отражена история путешествия вот некого патриарха ветхозаветного, допотопного еще, значит, на небеса, где ему передаются некие конкретные знания. Библейский пророк Моисей отправился в сорокалетний поход с иудеями, хорошо подготовленный. На горе во время общения с Богом он добыл ковчег завета. Моисея и его брата Аарона позвали на Святую Гору. Якобы Господь пояснил Моисею, как ему следует строить ковчег завета. Он детально сообщил длину, ширину и высоту ковчега, сказал, какие материалы использовать. И в Библии говорится, что Господь велел Моисею, сделай его таким, каким ты его видишь. То есть там был оригинал, а Моисей изготовил копию. Сказано, что в ковчеге завета хранились скрижали, завета с десятью заповедями. Помимо этого, сундук умел такой, о чем современные инженеры не смеют и мечтать. Если вам нужен неиссякаемый источник энергии, достаточно мобильный и так далее, мы что делаем? Мы ставим ядерный котел. Вот, возможно, у них был малогабаритный ядерный котел, который давал энергию. Согласно Библии, это был золотой сундук, внутри которого был деревянный короб, а там еще один ларец из свинца. Это, кстати, оптимальная защита для ядерного реактора. Ковчег завета находился в Скинии, а потом в Иерусалимском храме. То есть ковчег всегда хранился за жилой территорией. Перемещать ковчег завета можно было только с помощью жрецов-носильщиков. Они клали святыню на длинные шесты. Прикасаться к ковчегу было строго запрещено. В описании содержится совершенно определенное указание на то, что было нарушено техникой безопасности. Значит, некий древний иудей по имени Оза позволил себе коснуться колесницы, на которой везли ковчег завета. Причем он сделал это с благим намерением, поскольку быки тогда наклонили колесницу, и она могла прокинуться. Но Бог даже это не учел, не простил его и поразил. И Оза умер тут же на месте. Ковчег завета излучал свет, поражал кожными болезнями и даже убивал тех, кто случайно заглядывал в него. При этом он не творил чудес, не превращал воду в вино, не жарил мясо, не затачивал лезвия и не воскрешал мертвых. Он работал как машина, сконструированная для особых задач. Есть описания древние, что этот аппарат у них однажды сломался. И люди его чинили. Причем те, кто его чинили, сказали, что все остальные должны отойти подальше, иначе будет плохо. В переводе на технический язык, видимо, с этого аппарата сняли какую-то броню, какую-то защиту. Но если возвращаться опять к тому же, предположим, что это был ядерный реактор, с него сняли свинцовые стенки внешние. И люди полезли, значит, отремонтировать. Они отремонтировать-то отремонтировали, но после этого долго болели. Дальнейшая судьба Ковчега Завета туманна. Но Эрих фон Деникен нашел в древних текстах указание, где его искать. Последним его обладателем из иудейских царей был Соломон. Исторически подтверждено, что у него была связь с старицей Савской. И от нее родился сын, Байне Лекхем, или Мелеким. Когда он вырос, то явился к отцу и потребовал отдать ему реликвию. Соломон отказал, и тогда Мелеким изготовил копию Ковчега Завета, а подлинник украл и увез. Сын царя Соломона и царицы Савской стал основателем эфиопского государства. Ковчег Завета был техническим устройством. Сегодня то, что осталось от него, хранится в церкви Святой Девы Марии Сионской, в эфиопском городке Аксу. Я был дважды в этой церкви, хотел спуститься туда, где он хранится. Но священник сказал, что не может разрешить мне этого. Я говорю, ну там внизу Ковчег Завета. А он, да, ну и что? То есть он не оспаривает то, что в его церкви хранится Ковчег Завета. Все это знают, но увидеть его нельзя. Но зачем иудеям нужно было столько энергии? Передвигались они пешком или на верблюдах. С наступлением темноты укладывались спать. Для бытовых нужд им вполне хватало и факела. Хотя чем же они питались 40 лет в бесплодной пустыне? Исследователи считают, что у них был еще один агрегат. Машина Манны, которая работала благодаря Ковчегу Завета. Он давал энергию для какого-то агрегата, который вырабатывал нечто, что в Библии называется Манной Небесной. То есть некий концентрат, который позволял людям 40 лет не только не заболеть, не только не умереть с голоду, но и не заболеть. То есть в нем было все. Были микроэлементы, были витамины, было достаточно питательных веществ, белков и жиров и так далее. То есть сбалансированный такой концентрат, пригодный, скажем, для путешественников, для космонавтов. В Ветхом Завете отразились воспоминания древних людей о каких-то очень сложных техногенных конструкциях, с которыми они сталкивались и природу которых уже не понимали. Будь то Ковчег Завета, будь то, собственно говоря, посох Моисея, его ведь тоже можно интерпретировать как орудие оружия, совершающие чудесные трансформации, начиная от раздвижения вод моря. Посох Моисея – загадочный предмет, который можно расценивать как оружие или силовой манипулятор. С его помощью пророк раздвинул воды моря и продержал достаточно долго, пока все не перешли на другой берег. Благодаря этому посоху треснула скала, чтобы горный ручей изменил свое русло. Каким образом это могло произойти, если разбираться просто чисто технически. Этот посох у него представляет собой некий разрядник. То есть сначала накопитель энергии, значит, энергии откуда он мог черпать? Ну, скажем, из солнечного света. Постепенно накапливать, накапливать. Накопился до определенного разряда, он нажал там кнопочку, или стукнул, значит, этим посохом по той же скале, произошел разряд. Но не только цивилизации Древнего Востока знали о летательных аппаратах или атрибутах богов. В русских сказках и былинах описаны удивительные предметы. Как их интерпретировать с высоты нынешних знаний? Скатерть-самобранка, синтезатор пищи, шапка-невидимка, шлем, генерирующий особое поле, сапоги-скороходы, ковер-самолет, ступа, баба-яги, транспортные средства. Там еще даже 60-х годов, когда вот человек вертикально в таком тоже стакане взлетал, турбовинтовом, скажем так, вот вам ступа, пожалуйста. То есть я говорил с многими людьми, которые как бы связаны там и самолетостроением и так далее. То есть они тоже придерживаются мнения, что действительно древний человек он не выдумывал просто что-то с потолка. Может быть, он примитивно интерпретировал то, что он видел, но он не выдумывал на ровном месте. Древние сказки и сегодня вдохновляют ученых. Международная группа экспертов во главе с Нобелевским лауреатом Лакшмина Раянна Махадываном из Гарварда разработала проект летающего ковра. Ковер-самолет 21 века — это тонкий лист, который может двигаться по воздуху в заданном направлении за счет собственных колебаний. В начале физики исследовали движение тонкого листа в толще воды, а затем пришли к выводу, что аналогичные свойства будут присущи ему и в воздухе. Собственные колебания ковра образовывают между ним и другой поверхностью давление. Оно достаточно для преодоления земной гравитации. Меняя направление колебаний, ковру можно задавать нужную скорость. Проблемы субъективные и проблемы объективные. Проблемы субъективные связаны с тем, что наша, не только наша, но и вообще вся мировая академическая наука таковых двигателей не признает. Поскольку они, на первый взгляд, нарушают закон сохранения импульса. Это второй закон Дьютона, это святое. По расчетам, чтобы ковру длиной около 10 сантиметров и толщиной в одну сотую миллиметра удержаться в воздухе, придется создать волны амплитудой в два с половиной раза больше толщины ковра, и они должны будут пробегать 10 раз в секунду. Ехать будет не очень удобно. С точки зрения физики, препятствий для совершенствования изобретения нет. Есть два варианта развития идеи. Либо использовать более легкий материал, либо более сильные колебания. Но, похоже, в глубокой древности эта проблема была уже решена. Кем же были загадочные древние боги? Внеземными существами или представителями працивилизации, обогнавшей в своем развитии остальное человечество? Могли ли они жить, например, на соседнем континенте, который впоследствии затонул в результате катаклизма? Существует две, три основных гипотезы, объясняющих их происхождение. Первое, что это построила какая-то древняя цивилизация, обладающая высокими знаниями и погибшая потом. Второе, что это построили пришельцы из будущего, каким-то образом работавшие в древности. У Райнхарда Хабека есть основания придерживаться третьей версии. Он сделал этот вывод на основе древних артефактов, наскальных рисунков и статуй. Боги изображались весьма характерным образом. Здесь, на этих скалах, сюда очень сложно добраться. Тут почти никто не был. И здесь, на стене, эти изображения, которым тысячи лет. Они удивительны в высшей степени. Например, здесь мы видим двух существ в шлеме и венок. По мнению исследователя, все это очень похоже на космонавтов. Именно так их могли бы показать древние люди. Но неужели много тысяч лет назад Землю посещали космические пришельцы? Эти божественные существа в шлемах, такие фигурки находят по всему миру. И каждый раз в мифах рассказывается, что небесные гости принесли на Землю знания. И что для меня особенно интересно, что даже здесь, в Альпах, тоже находят такие изображения. Недавно я был в Алькамонике в Северной Италии. И там я был с археологом Базилио Приули. И он показывал мне места, куда не ступает нога туриста. С 19 века там найдено более 350 тысяч наскальных рисунков на протяжении 70-90 километров. Там есть обыкновенные рисунки, звери, олени, дома, все знакомые вещи. Но встречаются необычные объекты, изображающие небесных существ, в шлемах и скафандрах. Я спросил археолога, что он об этом думает. И удивительно, что он не исключает, что речь идет именно о гостях из космоса. В древних текстах Индии и Китая точно указывается, откуда были боги. Они не скрывали от людей свою родину. То есть прилетали существа с других планет, полубоги, как их называют в древних священных писаниях Индии. Скажем так, почему Индия? Я говорю об Индии, потому что там это знание сохранилось так или иначе, в отличие от других стран. Как гласят священные манускрипты, боги принесли людям знания. Они учили земледелию и выплавки металлов, астрономии и медицине. А когда люди усваивали эту информацию, им давались новые умения. Эта теория объясняет, почему все древние цивилизации возникли будто в целостном виде и со временем не развивались, а приходили в упадок. В древности уже боги сотрудничали с людьми, в каких-то случаях помогали, оказывали содействие или противодействовали каким-то демонам, то, наверное, надо полагать, что и сегодня в наше время, когда мы видим, наблюдаем неопознанные летающие объекты над какими-то стратегическими объектами, скорее всего, можно предположить, что боги или инопланетяне, или пришельцы пытаются уравновесить положение на нашей планете, создать какое-то экологическое равновесие, чтобы человечество само себя не уничтожило и чтобы мы смогли дальше развиваться. Но куда и почему пропали эти сверхъестественные небожители? Древние тексты сохранили смутные упоминания, что боги ушли после космической катастрофы. Если это событие затронуло Землю, то, скорее всего, произошло в Солнечной системе. Что же могло случиться? Ясно одно, что эти цивилизации, они не так просто уходили. Но вот есть такое мнение, что боги покинули Землю в спешке какой-то, буквально сбежали с Земли. Хотя есть версия, что боги просто перешли на нелегальное положение. Они все так же присматривают за человечеством, но открыто не вмешиваются. И лишь иногда подталкивают наше развитие, даря удивительные технологии. Например, всего 200 лет назад ни один инженер не мог представить такой материал, как титан и его сплавы. Это то, что это уникальный материал, это однозначно. Значит, уникальность его обусловлена тем, что он и легкий, и прочный одновременно. То есть, если у железа 7,8, мы знаем, удельный вес, а у титана 4,5, то по прочности, они в среднем, по прочности они одинаковые, прочностные свойства. Именно титан обладает целым комплексом свойств, необходимых для создания летательных аппаратов. Он не подвержен коррозии, не только в воде, но и в воздухе. При определенной температуре ему можно задать любую первоначальную форму. И изделие из титана к ней вернется, что бы ни случилось. Наверняка эти самые боги, которые то ли управляют, но как минимум контролируют развитие нашей цивилизации, они посчитали, что пришло время, когда человеку можно уже доверить и этот материал, и путем подсказки, как мы принято сейчас через сноосферное поле или таким образом, в чью-то умную голову было, так сказать, подано, так сказать, подсказано, как его, вот, их отсоединить в природном состоянии друг от друга. Современные исследователи НЛО полагают, что для реконструкции корабля богов мало титановых сплавов, нужен стабилизированный металлический водород. И как только этот материал будет получен, путешествие к другим планетам не заставит себя ждать. Однако, этого все еще недостаточно. Судя по описаниям, колесницы древних богов обладали принципиально иными двигателями. Дело в том, что аппараты, которые могли перемещаться между различными планетами, Вселенной, они использовали энергию эфира, то есть они могли управлять энергией эфира. Это очень тонкая технология, для того, чтобы получить доступ к такой технологии, нужно уметь пользоваться различными единическими мантрами, нужно иметь соответствующий уровень сознания для этого. То есть это совсем непростая задача. Сегодня нам проще отправить человека к далеким планетам, чем понять до конца смысл легенд, в правдивость которых верили наши далекие предки. Однако, наследие древних богов уже все больше интересует конструкторов, работающих над секретными военными и космическими проектами. Близится тот день, когда взлетит Вимана, ковер-самолет будет сам выгуливать вашу собаку, скатерть-самовранку станут брать на пикник, а шапку-невидимку примерит солдат-срочник. Волшебство станет просто технологией, а боги? Кем они будут? Пропавшими атлантами или соседями по галактике?